Коронавирус. 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 Друзья, всем привет, с вами на связи Дарсигов Рашид. Ребята, хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу коронавируса. Все уже высказались, наверное остался один я. И хочется мне сказать, что я думаю по этому поводу. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы посмотрели это видео до конца, поставили лайк и написали комментарий, что вы думаете по поводу моих мыслей. Я хочу сказать, что я вижу во всем этом только положительные вещи. В конце этого короткого видео я расскажу, что конкретно положительного я вижу во всей этой ситуации, которая сегодня происходит в мире. Сегодня большинство людей поддались панике. А если еще кто-то не поддался панике, то с каждым днем страх и паника приближаются к их сознанию, чтобы захватить их разум. Кому-то, конечно, пофиг сейчас на этот коронавирус, но это лишь потому, что их лично еще это не коснулось. Как только вирус будет рядом с вашим домом, вот тогда мы посмотрим, как будет гореть ваш пердаль. Сегодня во многих странах опустили магазины с продуктами и туалетной бумагой, а также пустуют все аптеки с медикаментами. Люди массово скупают все подряд, выстраиваясь в огромные очереди, в которых проводят часы, а возможно уже сегодня и дни. Но в России, к счастью, пока все не так плохо. Я почему-то уверен, что наше правительство просто хочет сделать все грамотно, чтобы не создавать панику и чтобы люди не ломанулись в магазины и не передавили там друг друга. Мое воспаленное воображение и мои домыслы говорят следующее, что москвичам и городам-миллионникам стоит готовиться как к минимуму двухнедельному карантину. По крайней мере, москвичам точно. Затаритесь продуктами на пару недель и старайтесь никуда не выходить. И на работу тоже, конечно. То есть, друзья, на планете Земля наступают массовые каникулы для всех. Офигеть, кто-то мог вообще ждать такого чуда. Мое воспаленное воображение мне подсказывает, что на следующей неделе, максимум через две недели, закроют все внутренние железнодорожные сообщения, а также внутренние авиаперелеты тоже закроют. Закроют метро, потом постепенно закроют школы, детские сады, торговые центры и отменят практически все мероприятия. И в нашей родной стране будет карантин. Дай бог, чтобы не военное положение. Хотя, почему бы и нет. Но я опять же повторюсь, это лишь мои домыслы. И даже если это реально так будет, паниковать не стоит. Покупаем тушеночку, консервочки, гречечку, картошечку, по желанию пивко, водочку, чесночок, туалетную бумажку и набираемся сил. Мне кажется, что стоит серьезнее относиться к этому делу. Так как мое воспаленное воображение мне подсказывает, что вылечиться в России от этого коронавируса будет очень сложно. Так как у нас в России один аппарат искусственного дыхания на 10 тысяч человек. А чтобы вылечиться от коронавируса, нужно подключаться к аппарату искусственного дыхания. Если в России начнется движуха, тут будет самая жопа. А мы помним, что вирус уже у нас дома. Так что, по сути, все уже началось. Но от того, как мы будем себя вести сегодня, будет зависеть, что будет с нами завтра. Фишка в том, что в России вирус даже не могут идентифицировать. Как бы это ни было смешно. У нас просто тупо нет средств для того, чтобы провести сложные анализы. То есть, когда ты сдаешь анализы, сегодня твои пробирки отсылают в Новосибирск. И там их проверяют. Вот такие пироги. Итальянцы тоже смеялись. Очень сильно смеялись. Смеялись, смеялись. И, как мы видим, досмеялись. Там сейчас военное положение, если кто-то не знал. И за каждый выход из дома человек получает штраф в размере 250 евро. Сразу. А потом просто сажают в тюрьму. Смешно сейчас? Не очень, правда? А теперь немножко позитивчика. Что нам принес коронавирус? По статистике от коронавируса умирает не так много людей. То есть, по смертности он находится на 17 месте. То есть, вообще непонятно, откуда такая паника. Есть болезни и различные ситуации, в которых умирает намного больше людей каждые сутки. Но, что самое интересное, коронавирус принес нам главное. Все начнут здоровый образ жизни. Начнут заниматься спортом, правильно питаться, укреплять свой иммунитет. Начнут следить за чистотой вокруг. Это же просто благодать. Наконец-то мы все с вами соберемся дома. Все вместе со своей семьей. Всех разглядим и пообщаемся со своими детьми. Как ни странно, но коронавирус наконец-то воссоединит наши семьи. И мы начнем общаться и узнавать друг друга. Ведь именно этого сегодня нам с вами не хватает. Настоящего общения. Спасибо тебе, коронавирус. Ты сделал походу то, чего не смог сделать ни один политик, не смогла сделать ни одна религия и ни один тренер успешной жизни. И в конце хочу прочесть вам комментарий, который был оставлен одним из моих подписчиков. Исповедь одного счастливого мужчины. Коронавирус – это лучшее, что могло случиться в моей жизни. Моя жена больше не хочет путешествовать. Она больше ничего не покупает, потому что все изготовлено в Китае. Она больше не ходит по магазинам, потому что избегает толпы. Она проводит все время в маске с закрытым ртом. Это не вирус. Это благословение.